Доброго времени, дорогие друзья! Приветствую вас на программе «Путь Творца» и я, Екатерина Краскина, рядом с вами. Сегодня я поведаю вам информацию от Высших Сил на тему «Внутренняя Сила. Что это такое?» Особый вопрос и особое состояние. Очень многие слышали о том, что есть некая внутренняя сила, что есть некий внутренний стержень и иногда даже чувствуют именно это состояние внутри себя. Но в конечном итоге, что же это такое и что из себя представляет состояние силы? Сила. Это энергия. Это та же самая энергия, что окружает вас везде, но энергия целенаправленная, энергия структурированная, энергия, в которой каждая составляющая частичка взаимосвязана с другой частичкой и очень четко все вместе они знают и понимают, что им необходимо делать. Вот это и есть состояние силы. И когда именно это состояние есть внутри вас, когда каждая ваша клеточка находится именно в этом поле взаимодействия с другой клеточкой, знает, что ей нужно делать, знает, что ей нужно делать вместе с другой клеткой, то именно тогда и включается внутренний поток силы. Что для этого необходимо? Безусловно, необходимо, чтобы каждая клетка выполняла свой собственный функционал. Тот самый функционал, который ей заложен, был творцом в момент включения вашего тела при воплощении. В тот момент, когда душа входила в энергетическую структуру вашего тела. В тот момент, когда запускалась жизненная сила, когда запускалось ваше взаимодействие с земным пространством, когда вы соединялись с земной энергией и формировалось то самое энергетическое поле внутреннего потока. Безусловно, самая большая сила внутри человека находится в тот момент, когда он рождается, когда он делает свой первый вдох, когда он соединяется с земными потоками. В этот момент соединяется поток души и поток земного пространства. В этот момент происходит соединение всей той силы жизни, которая только дана будет человеку на весь его последующий путь. И если вдруг в какой-то момент вы начинаете чувствовать нехватку именно этой внутренней силы, закройте глаза и попробуйте вспомнить себя в детстве. А лучше всего перенеситесь мысленно в момент вашего рождения. Попросите сами себя почувствовать это поле, почувствуйте именно это состояние вхождения, вхождение вас в земное пространство. Когда весь мир вас встречает с распростертыми объятиями, когда весь мир желает вам жизни, когда весь мир дает вам эти потоки жизни. Примите их вновь внутри себя, соединитесь с этим моментом и тогда вы снова сможете почувствовать это самое состояние истинной внутренней силы. В течение своей жизни, к сожалению, человек терял, терял это взаимодействие. Прежде всего взаимодействие с землей, матушкой и с самим собою или с душой, говоря другими словами. И естественно, если вы хотите, чтобы внутренняя сила внутри вас горела всегда, поддерживала всегда, чтобы вы не теряли ее, чтобы состояние усталости было лишь вам в радость. Просто потому, что физическое тело немножечко устало и ему нужно просто отдохнуть, чтобы энергия немного успокоилась, а не потому, что оно изношено. Если вы хотите, чтобы это у вас состояние жизни присутствовало внутри вас всегда, то, безусловно, это и необходимо поддерживать. Потоки. Потоки взаимодействия в вас с земным пространством, с матушкой землей, с тем, что вас окружает вокруг, с тем, с чем вы можете взаимодействовать каждую секунду, каждую минуту жизни. Очень многие из вас слышали про так называемые стихии земли, и они предназначены ровно для того, чтобы человеку проще жилось, для того, чтобы человек максимально мог чувствовать, максимально мог общаться с тем самым внешним полем, внешним пространством, внутри которого он находится. Энергия была разделена. Разделена на суть своего взаимодействия с человеком. И когда вы все эти энергии объединяете, просто чувствуя ваше взаимодействие с силой природы, это и есть состояние жизненной силы. И все это объединение вы можете принимать через свое сердечко, через свое собственное чувствование, либо через ваши каналы взаимосвязи с тем самым внешним миром. Самые главные каналы взаимосвязи очень многие из вас знают очень хорошо. Это ваши ладони и ваши стопы. Не зря говорят очень часто, помассируйте свои стопы, и у вас появятся силы. Помассируйте свои руки, и у вас точно так же начнет запускаться внутренняя энергия. Очень часто деткам для того, чтобы успокоиться, или наоборот, для того, чтобы активизировать, достаточно ручки помассировать вот здесь, на ладонях, и тогда энергия запустится. Попробуйте делать то же самое и себе регулярно, и вы будете чувствовать несколько иное состояние, состояние снова возвращения к внутреннему жизненному потоку. Безусловно, чем больше вы взаимодействуете с силой природы, тем сильнее становится ваша внутренняя сила. Вы можете заниматься так называемыми энергетическими практиками для того, чтобы ваше взаимодействие с энергией жизни жило с вами всегда, для того, чтобы ваше взаимодействие с силой жизнью было всегда. Конечно, есть и другой вопрос, что есть состояние своего внутреннего я, что есть чувствование самого себя. Это как раз та самая вторая часть, вторая сторона внутренней энергетической силы, второй поток. Один жизненный поток идет снизу, который поддерживает вас. Этот же жизненный поток запускается через сердечный центр, который поддерживает все ваше тело. Но для того, чтобы поддерживалась внутренняя радость, необходимо иметь взаимосвязь со своей душой, чувствовать ее внутри своего сердечка. Ваша душа всегда рядышком с вами. Другое дело, насколько вы ее чувствуете и насколько вы ее ощущаете. И это зависит только от вас. Если вы чувствуете свою собственную внутреннюю реакцию, если вы чувствуете свои собственные внутренние желания, значит не все еще потеряно. В каждый момент жизни прежде всего спрашивайте самого себя, надо ли это именно вам. И чувствуйте реакцию, реакцию внутри своего тела, внутри сознания, внутри своего сердечка. Развивайте именно это состояние, и у вас будет развиваться все больше канал взаимосвязи с вашей душой, с самим собою. И тогда, когда эти две энергии будут внутри вас вместе соединяться, вместе двигаться, именно тогда эти энергетические потоки и будут максимально проявлять ваше внутреннее состояние силы. Ключевое состояние энергии силы формируется у человека прежде всего по линии позвоночника. Не зря спина, те самые энергетические потоки, которые в ней проявляются, они и показывают силу человека. Если человек находится с ровной спиной, если человек ходит с ровной спиной, то безусловно это говорит о том, как минимум, что энергия силы внутри него течет. Насколько он ее способен применять, это уже, безусловно, второе действие, которое вы также можете заметить, насколько активно живет человек во взаимодействии с окружающим миром. И эта активность во взаимодействии с окружающим миром способна точно так же восполнять ваши силы. Когда вы отдаете, энергия возвращается к вам тоже, безусловно, если вы готовы ее принять. Внутренняя сила складывается прежде всего из той самой энергии, энергии потока, которую вы способны внутрь себя запустить. Эта энергия потока выстраивается во взаимодействии. Главное взаимодействие – земное. Следующее взаимодействие – с вашей душой. И третье взаимодействие – это безусловное взаимодействие с тем самым миром, внутри которого вы живете. Если вы прорисуете эти энергетические потоки, то вы сразу же заметите, что это та самая животворящая сила креста. Когда снизу идет энергетический поток, сверху идет энергетический поток. И когда он распространяется от вас через сердечный центр, вот таким вот образом и формируется та самая животворящая сила креста. И когда внутри вас эти энергетические потоки работают, безусловно, тогда однозначно вы будете чувствовать свою огромную внутреннюю силу. А значит, вы сможете сотворять абсолютно любое дело в вашей жизни, в какой бы ситуации вы ни находились. Это ключевая и важная возможность и способность человека. И если внутри вас не включена эта энергия, если вы не чувствуете эту энергию по силе своей спины, то, безусловно, нужно предпринимать какие-то действия. В противном случае, те самые болезни начнут вас мучить, ведь у вас нет энергии для того, чтобы жить. А значит, вы не сможете проживать какие-то события, и вместо энергии жизни от события к вам будет приходить энергия разрушения. И любая энергия разрушения начнет проявляться в вашем теле состоянием болезни. Именно поэтому состояние внутренней силы является чуть ли не ключевым состоянием, которое полностью показывает способность человека жить, жить в качестве или жить просто как таковое. И помните, весь мир есть творение Божье и нас самих, и вы есть творец этой жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова